Сергей, вот знаете, мы с самого начала войны говорим строеобразные сценарии того, что будет с путинским режимом. Мы помним, знаете, в первые месяцы о том, что вот сценарий табакерки для Путина, он почти неизбежный и так далее. И, увы, оказались во многом наивны и неправы. Но вот есть одно такое предсказание, вспоминая наши ранние разговоры в марте 22-го, о том, что Россия будет превращаться в такую зону, в бандитскую зону, учитывая абсолютно понятную логику вещей, когда демобилизированные солдаты возвращаются. Они, разумеется, имеют целый букет психических расстройств, ПТСД и так далее, ПТСР и так далее. И вот, да, так оно и получается. Уже сейчас эти, скажем так, ягодки поспевают. Медиазона сообщает, что в 23-м году в России за убийство были осуждены 116 российских военных. Ну, может быть, это не так звучит ошеломительно, но это на 900% больше, чем в прошлом году. В 22-м таких осуждений было 13, в 21-м 11. Ну и еще хочу напомнить, что 8 апреля Нью-Йорк Таймс, со ссылкой на руководительственную организацию «Россия за решеткой» Ольгу Романову, сообщила, что в Россию из зоны боевых действий вернулись 15 тысяч помилованных заключенных. Российские медиа Верска сообщила, что против бывших осужденных возбуждено 190 уголовных дел, в том числе 20 дел об убийстве или покушении на убийство в 23-м году. Как вы думаете, власти как-то будут на это реагировать? Это как-то вообще мешает, портит жизнь Путину? Вот такая ситуация. Есть ли смысл, есть ли возможность бороться? Или просто оставить всех этих солдат и не дебомбилизировать их? Во-первых, когда вот эти люди из зоны только-только подают свое заявление о том, чтобы отправиться на войну с Украиной, там уже на ранних стадиях происходит селекция. Кому будет позволено вернуться, а кому нет. Нет, ставится метка. Вот этому, так уж и быть, если выживет, то мы его вернем. А вот этот ни в коем случае. И поэтому всякие особо оголтелые урки, они погибают обычно в течение первой недели, потому что их без подготовки сразу бросают под Бахву, под Авдеевку. Возвращаются те, кто по уголовно-профессуальным меркам считается, что называется, не очень оголтелыми. То есть контингент, в том числе включающий не только отпетых уголовников, но и там мошенничество, кража, то есть какие-то вот бытовуха такая совершенно нейтральная, которая не показывает, что человек зверь. И возвращаются они, конечно же, зверьми. В России существует проблема, которая из Украины не очень видна и не очень понятна. В России происходит чеченизация. И когда где-нибудь в маленьком регионе нужно решить вопрос, предположим, где-то нужно у кого-то отнять квартиру. Обычно идут к участковому, идут к полицейскому и говорят, слушай, ну вот давай тут решим вопрос, мне тут нужно соседскую квартиру отнять. Ну, не имея никаких прав. То есть нормальный такой обычный гоп-стоп. Для этого раньше нужно было искать варианты и искали криминалитет. То есть нужно было, участковый звонил своему знакомому бандиту и говорил, Коленька, ну тут есть у нас с тобой заказ, приходи. Это называется отработать тему. Есть тема, приходи. Потом замещение вакантной должности произошло и на эти подряды стали брать чеченцев. И у каждого милиционера, у каждого полицейского в России есть обязательно оперативный отряд быстрого реагирования из чеченцев, которые приезжают и решают вопрос. Они страшные, они бескомпромиссные и они очень верные. Уж если ты им поставил задачу, они сделают. Надо тебе убить Немцова, убьют в лучшем виде. Надо тебе отжать у кого-то квартиру, решат вопрос. Собственно, Россия всю жизнь этим занималась. На Руси половцы выполняли точно такую же обязанность, когда нужно было одному дельному князю перерезать дружину другого дельного князя и своему какому-то двоюродному брату отрубить голову. А мы не всегда брали своих, иногда нанимали половцев. Собственно, половцы на хвосте и притащили заразу под названием монголо-татарское нашествие. Потому что степняки со степняками воевали, ушли в Русь городов и после этого на России на 400 лет случилась большая беда. И вот теперь создается другая альтернативная сила. Если сейчас каждый милиционер, каждый полицейский имеет оперативных друзей из Чечни, из Ингушетии, с Кавказа, которые приезжают и решают вопрос, то теперь это будут уголовники, которые отсидели, имеют боевой опыт и стали зверьми абсолютными. Тем самым, во-первых, это к Путину не имеет никакого отношения, ему в принципе плевать, как там живет народ. Но это в регионах перераспределяет силы, когда теперь уже под улюлюканье толпы грабить, убивать, отжимать, делить будут не какие-то чужие. Хотя эти чужие показали в том числе невероятное качество работы. Свои более безалаберные, но более понятные придут на это место. Поэтому их не то что опасаются, их жаждут, в них нуждаются, когда наконец-то вот эти 15 тысяч, 20 тысяч, 100 тысяч придут в регионы. И можно будет там совершенно спокойно в рамках своего удельного княжества решать вопросы. Зарезать того, сжечь этого, отобрать... Мы помним Кущевку. Страшное уголовное преступление с Кущевкой, когда местная банда Цапков сначала терроризировала, а потом устроила кровавую расправу. Это как раз пример национального самосознания, великой российской культуры, сплочения народа вокруг понятных целей и задач. Это свои. Вот если бы это была... А там мы помним, там не все имена были русские, но тем не менее, если бы это была какая-то наемная банда, это вызвало бы у людей полнейшее отторжение. А сейчас, когда часть банды Цапков сходила на СВО и вернулась обратно, в народе это воспринимается как справедливость. Вот люди, посмотрите, тогда они резали плохих. Тем более, что резали опять-таки людей с нерусской фамилией. А вот теперь они, так уж и быть, мужественно отсидели, воевали, кровью искупили, вернулись, и вот наконец-то заживем все вместе. Россия, как криминальная страна, урок уголовников, и выстроена по образу и подобию концлагеря и ГУЛАГа, она как раз понимает силу, она уважает силу, и она очень будет ценить СВО-осников, которые вернулись в страну. И вот наконец-то, какую роль они сыграют? Они наведут порядок. При этом есть, конечно, официальная статистика, которую мы только что упоминали, связанная с количеством убийств возросших. Особенность России в том, со времен СССР, что никакой статистики, в принципе, нет. В СССР не бывало убийств. Ну, там подумаешь иногда. Вот если мы на сегодняшний день сейчас откроем статистику Министерства внутренних дел, там нет графы убийства. 105-я статья Уголовного кодекса есть, а убийства нет. Если ты хочешь посмотреть, сколько задавлено на дорогах, какие ДТП, там будет подробно расписано, сколько аварий было по вине водителей в нетрезвом состоянии, сколько было из-за пешеходов, нарушивших правила дорожного движения, сколько убийств в стране совершается. Такой статистически не существует. Есть тяжкие телесные повреждения, с летальным исходом, не с летальным исходом, умышленные, неумышленные. Статья размыта. Официально в России запрещено каждый год декларировать больше 17 тысяч убийств. И если посмотреть статистику, в России количество убийств не растет. То же самое, как в России количество ДТП не растет. Почему? Ну, потому что с ДТП разобрались. С ДТП есть федеральная целевая программа, в которой показатели, необходимые для достижения, прописаны на десятилетия вперед. Каждый год должно быть снижение, потому что это же милиция, полиция, она же работает, и в результате работы происходит снижение. То есть люди начинают погибать на дорогах только в дозволенных количествах. Каких именно? Смотрим правильный ответ в конце учебника. То же самое происходит с убийствами. В России не бывает больше 17 тысяч убийств в год. Есть еще две графы, которые тоже в эту статистику вполне уместно вспомнить. Это количество пропавших в безвести и количество неопознанных трупов. Количество неопознанных трупов в России порядка 100 тысяч в год. Неопознанных трупов 100 тысяч в год. Количество пропавших в безвести порядка 100 тысяч в год. Суммируем, есть основания полагать, что это не одни и те же люди. 200 тысяч, а убийств 17. Поэтому, когда где-то выскакивает судебная практика и оттуда судебные отчеты, которые говорят о том, что 100 было осуждено, 150, 200, это не имеет никакого отношения к действительности, хотя тоже показательно, потому что тот, кто допустил в официальную статистику эти цифры, конечно же, исходит из того, что все показывать нельзя, но тенденция понятна. Есть рост. Воевали, вернулись, совершили преступления и дальше отправились, собственно, на второй контракт. Все, что с этими людьми происходит. Но криминализация России, она была, она теперь, поскольку все-таки Россия, она управляется бандой, а не правительством, и власть ведет себя как оккупационная армия, как и говорил Герцог 150 лет тому назад, нуждается в том, чтобы атмосфера, суть и сущность оставались незыбленными. И это будет кадровый резерв, который наконец-то вернется с войны, обкатанный там, для того, чтобы применить свои навыки на мирном населении здесь. Субтитры создавал DimaTorzok